Здравствуйте, меня зовут Александр Эскин, я являюсь тренером сети клубов Спортлайф. Сегодня я покажу вам упражнение на мышцы трицепса. И первое упражнение – жим штанги узким хватом. Это упражнение позволяет развить силу и объем мышц трицепса, а также вверх груди и передние дельты. Ложимся таким образом, чтобы глаза были на уровне грифа. Беремся достаточно узким хватом, снимаем штангу и переводим ее на уровень низа груди. И опускаем ее к низу груди, локти идут вдоль туловища. И такую делаем разминку на 15-20 повторений. Голова, спина и плечи должны плотно лежать на скамье. Поясница прогнута, ногами упритесь в пол. Как только руки будут полностью выпрямлены, сделайте небольшую паузу и постарайтесь как можно сильнее напрячь трицепсы. Следите, чтобы во время движения локти двигались строго вдоль туловища, были всегда направлены вперед и не расходились в стороны. Сгибание рук происходит исключительно в вертикальной плоскости. Темп выполнения упражнения умеренный. Делаем 4 подхода по 10 повторений. Второе упражнение – французский жим лежа. Обязательно на штангу ставим замочки. Для того, чтобы при выполнении упражнения диски не упали. Стараемся делать упражнения с партнером так, чтобы он подавал нам гриф со штангой. Опускаем гриф примерно к макушке. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Удерживая верхнюю часть рук неподвижной, плавно согните их в локтях и опустите штангу к макушке. Нижние точки упражнения угол в коктевом суставе равен 90 градусов. Поднимая штангу, не выдыхайте и не тяните локти вперед. Верхняя часть рук должна оставаться зафиксированной до конца сета. Как только вы полностью выпрямите руки, остановитесь на пару секунд, сделайте выдох и дополнительным усилием еще сильнее напрягите трицепсы. Это упражнение выполняем на 4 подхода по 10 повторений. Третье упражнение – разгибание рук на блоке. Это упражнение имеет разные вариации. Очень часто выполняется с различными ручками. Есть канатные рукоятки. Есть вот такие рукоятки. Но чаще всего я использую либо изогнутую, либо прямую рукоятку. Беремся достаточно узко, подтягиваем рукоятку к себе, локти прижимаем, наклоняемся немного вперед в сторону веса, фиксируем локти обязательно и делаем разгибание рук, максимально разгибая локоть. Разгибание в положении стоя способствует развитию рельефа треуглавой мышцы, работает на ее форму. Оно направленно работает на трицепс, не задействуя другие области тела, то есть является изолирующим. Ваши плечи должны быть расслаблены, локти прижаты к туловищу, от предплечья направлены в сторону тренажера. Это будет ваше исходное положение для разгибания рук на верхнем блоке. Усилием трицепсов плавно разгибайте руки до их полного выпрямления и до прикосновения рукоятки до верха бедер. При этом плечевая часть рук остается неподвижной. Движение выполняйте на выдохе. После короткой паузы медленно вернитесь в исходное положение. Движение выполняется на вдохе. Выполняем четыре подхода по 12 повторений. С вами был Александр Эскин. До новых встреч!